Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 29 стиха. Тут сказано так. «Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Значит, почему Отец Его не оставляет одного? Потому что Он всегда делает то, что угодно Отцу. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда Иисус сказал к уверовавшим. Мы много раз читали это местописание. Значит, до этого Он говорил всем. Но теперь Он говорит к уверовавшим. К уверовавшим в Него иудеям. И Он говорит, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Они не поняли. Они были даже как бы offended этим. Потому что они говорят, мы семя Авраамова, мы не были рабами никому никогда. Ну, странно. Они были рабами и в Египте, они были рабами и в Вавилоне. То есть, я не понимаю, почему они так сказали. «Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им. «Истина, истина, говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Это очень важный стих, 35-й. «Что раб в доме вечно не пребудет, а только сын. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Как раз мы сейчас пели, что мы свободны в нем. Меня это местописание всегда волновало. Его часто вспоминают проповедники и правильно делают. И вот в очередной раз, когда я читал Евангелие от Иоанна, я почему-то захотел еще раз поговорить на эту тему. Я думаю, что ничего нового я не должен сказать вам сегодня. У меня нет цели такой. А цель у меня, чтобы мы просто обратили внимание на то, что он сказал. Значит, вот здесь 31 стих. «Он сказал к уверованию». Значит, люди эти уверовали. Он видит, кто в него уверовал. И он сказал кому? «К уверовавшим. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Ну, значит, к сожалению, многие люди, когда уверуют в Него, они на этом останавливаются, и они думают, что они уже пришли, в общем-то, к финальной цели. То есть я уверовал. И, в принципе, это все, что мне нужно было сделать. Но он говорит к верующим, к уверовавшим. И что он говорит? Теперь он говорит следующее. Теперь он говорит только к ним. «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы сделаетесь Моими учениками». То есть истинно будете Моими учениками. Значит, от уверовавших до учеников – это еще есть определенное какое-то расстояние, какое-то пространство, какое-то что-то есть, что нужно соблюсти условия, чтобы быть учеником. А именно, какое условие? «Если». И только тогда вы познаете истину, и тогда истина сделает вас свободными. То есть это к кому относится? Это относится к уверовавшим? Не совсем. Это относится к ученикам. А не всякий уверовавший может и станет учеником его. А может Бог взять уверовавшего человека и сделать его учеником? Нет, не может. Почему? Потому что, говорит, если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно будете Моими учениками. Значит, это не от Бога, это от меня. Правильно? Ну, хорошо. А если я просто остался уверовавшим? Ну, хорошо, что ты остался уверовавшим, но вот мы на эту тему будем говорить, что уверовавший – это не значит, что он стал свободным. А о какой свободе он говорит? Дальше вы прошли, что если вы делаете, грех. Если вы делаете… Ну да, в данном случае мы будем держаться текстом. Если вы делаете грех, то ни о какой свободе речи быть не может. Почему? Потому что ты его делаешь не потому, что просто так он тебе нравится. Ясно, что нравится. А потому что ты не свободен. Ты в рабстве у этого греха. Как он сказал, если всякий, делающий грех, есть раб. Раб чего? Раб греха, 34 стих. Поэтому, к сожалению, многие уверовавшие так и остаются уверовавшими. И дальше они не развиваются. Ну и мы видим, что это чревато последствиями. Какими последствиями? Что люди никогда не делаются свободными. А свобода – это духовное понятие. Это не то, что ты был в рабстве у египтянина или в Вавилоне, или еще где-то. Не об этом рабстве идет речь. Господь… Это рабство, в общем-то… Ну, не то, что там сам сделал. Я не буду так говорить. Но он допустил это. Он привел в Вавилон. Он их привел в Египет. То есть, не об этом рабстве речь идет. А потом они были еще во время… Римляне, в общем-то, господствовали над Иудеей. То есть, они в данный момент находятся под римлянами. Говорят, мы никогда не были рабами. Странно. Вот же римляне над вами господствуют. Но он даже не это имеет в виду. Поэтому они думали, что он сейчас придет, и он изгонит римлян. Но это не была его цель. Господь говорит о духовном рабстве. То есть, ты можешь быть в рабстве у римлян или у тех же египтян. Но быть свободным в духовном отношении. То есть, ты можешь быть свободным. Ты не делаешь грех. Ты не делаешь дела плоти. Почему? Потому что ты свободен от этого рабства. То есть, здесь он касается такой темы, что когда мы… И другим потом апостолы говорят на эту тему. что когда я совершаю что-то неугодное Богу или когда я совершаю какой-то грех, то мы к греху относимся… Ах, ну я что-то там согрешил. Так вот, ну… На самом деле это не так все просто. На самом деле речь идет о духовной зависимости. И не надо никаких бесов изгонять. Он сказал, что вы должны прибыть в Слове Моем, вы должны познать истину. И эта истина сделает вас свободными. То есть, когда я грешу, то это не просто так. Это закономерно. Потому что я грешу одним грехом, ты грешишь другим грехом. И это свойственно тебе, а то свойственно тебе. В смысле, это свойственно мне, а это тебе. То есть, это все закономерно, это не случайно. Почему? Потому что я в рабстве у этого, а ты в рабстве у того. Поэтому мы и делаем то, что мы делаем. Во-первых, тут, как я сказал, менять вот это место, оно всегда не вставляло никогда равнодушным. И я здесь вижу пару проблем. Как минимум, то, что я вижу. Может быть, их больше. Они говорят, мы уверовали. Во-первых, и мы будем дальше говорить, что, во-первых, то, что Бог подразумевает под уверованием, что Бог говорит под верой, подразумевает под верой. И то, что мы – это не всегда одно и то же. Ну и потом, если ты не пребываешь в слове, а если ты только уверовал в это слово, то это не решает проблемы. Ну а какая проблема, мы уже с вами разобрали. Кто-то скажет, ну а какая проблема? Ну проблема то, что ты не можешь, или я, мы не можем освободиться от своей плоти. Или лучше сказать, от власти плоти. То есть, как до уверования я исполнял желание своей плоти, я делал то, что я хочу, жил по влечению похоти и плоти, как написано, угождал ей, и сейчас я уверовал, и я продолжаю точно так же жить, угождать своей плоти. Так а в чём смысл твоей веры? И для чего ты уверовал? И где вообще видно, что ты уверовал? Просто что ты ходишь в воскресенье не на стадион, а в церковь? Ну окей, ну и что? Ведь вера же, она относится к познанию истины, а истина относится к благочестию. Мы будем, может, читать это место потом. А благочестие даёт нам, в общем-то, право надеяться и ожидать жизнь вечную. То есть речь идёт о жизни, речь идёт о ежедневной жизни. То есть если я просто уверовал и говорю об этом, или знаю слово хорошо, могу истолковать что-то, то это хорошо, но не об этом речь идёт. Это не делает меня свободным. Вот проблема в чём, понимаете? Проблема в том, что это не делает меня свободным. Слово делает меня свободным. Но слово делает меня свободным при одном условии – это условие. это не от бога зависит если я пребываю в этом слове тогда я познаю знать истину или познать истину или интеллектуально или познать это опять это не одно и то же потому что проповедник может объяснить истину может и истолковать он может грамотно объяснить с библейской точки зрения может очень грамотно объяснить и при этом он может быть не познает ее опознать это это уже не 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 на уровне объяснения не на уровне понимания а это познание это уже практикование это практика это это application это это жизнь понимаете вот это познать в римляне в 7 главе апостол павел так говорят специалист что он пишет о себе и он говорит что я он же уверовал да конечно он уверовал и вот он говорит что то что я хочу я не делаю не могу сделать а то что я не хочу я делаю это что похоже это что свобода вот раб раб находится в египетском рабстве и вот ему говорят там этот египтянин иди говорит работы и сплетка его заставляет работать он хочет нет но он делает то что он не хочет почему потому что он раб египтянина и он вынужден как раб делать то же самое павел говорит то что я не хочу я делаю то есть я хочу так поступить а у меня не получается так не могу нет сил это что свобода нет это не свобода это есть это рабство которым херстус говорит потом апостолы об этом говорили а ведь человек уверовал правильно и он в седьмой главе римлян в конце он говорит горе мне я не помню там дословно несчастный человек кто меня освободит от этого раб тела рабства или те или тела греха кому-то почему такое происходит в этом контексте потому что человек не пребывает слове а стало быть он не познал истину он и опять он может только объяснить он может знает он только знает как она звучит как ее истолковать но он ее не познал а он сказал конкретно здесь что истина сделает по-английски там the truth will set you free или другом тексте will make you free а если человек не познал ее опять небо не интеллектуальном помните когда речь идет о познании речь не идет о интеллектуальном познании речь идет о адам познал его понимаете о каком познании речь идет об этом познании то есть на духовном уровне что значит пребывать слове тут все достаточно просто ну вот как например вот человек приехал с какой-то страны вот сейчас актуальная тема где свирепствует этот вспышка этого коронавируса но ему сразу говорят ты должен две недели соблюдать карантин что это значит и должен две недели пребывать в своем доме не выходить понимаете что такое пребывать должен быть должен пребывать должен не выходить за пределы за границы своей квартиры леса в этом дома или гостиница вот это вот пребывать на территории вот этой квартиры если ты выйдешь значит и нарушаешь пребывать в слове это не выходить за территорию слова не выходить за территории божьего царства не нарушать границы слова, если хотите. Например, если слово говорит «не красть», значит, не кради. Если слово говорит «не убивать», значит, не убивай. Ну, хорошо, но убивать, ладно. Ну, хотя духовно это ненавидеть или не красть. Ну, тут ещё как-то более-менее у нас можем как-то более-менее справиться. Но слово говорит «не вожелай дома ближнего» или там осла ближнего своего. Слово говорит «не завидуй, не ревнуй, не воздавай злом за зло». Вот такие вещи. Благословляй врагов своих. То есть, ну, вы знаете, что слово говорит. Не пожелай дома ближнего. Это слово говорит. Ну, вот я взял и пожелал, вот я взял и позавидовал чему-то в успеху. Ну, а что произошло? Ну, когда слово говорит «не пожелай», а я пожелаю, значит, я вышел, я нарушил карантин этот. А это что значит? Это значит, что я вышел из территории. То есть, я пожелаю. А что это такое? Это желание моей плоти. То есть, я пошёл за плотью. Потому что что произошло? Она меня обольстила. Вот я увидел что-то. Вот он принёс жертву, и брат его принёс жертву. Вот у него получилось, у того не получилось. Вот он позавидовал. Давид увидел эту женщину, посмотрел на неё, и его желал. А этот позавидовал. Этот пожелал. Понимаете, вот такие. И иногда это выливается в действие. Иногда это не выливается в действие. Оно где-то затаится и сидит там годами. Непонятно, что там происходит. В душе человека. А так всё. Тут улыбки, а внутри там непонятно что. Ну, человек же уже вышел. Вышел уже, понимаете. Бог же это всё видит. И духовное состояние уже не то. Вот. И он всё уже не то состояние. И он уже в рабстве этого. Потому что возжелал. Вожжелание. Ну, ты скажешь мне, ну, что-то ты чересчур сгущаешь краски. В какое тут рабство? Я не думаю. Что-то ты тут наговорил такое. Очень важно понять, о какой свободе говорит Христос. В принципе, он говорит то же самое. Вернее, лучше сказать, что Павел говорит то же самое в своих посланиях. Человек говорит, я уверовал, я уже свободен. Вот что-то. И вот, ну, да, но иудеи то же самое говорили. Мы уже свободны. Мы никогда не были в рабстве. Поэтому я вначале сказал, что когда ты согрешаешь, а я не говорю, что ты там кого-то убил или что-то украл. Нет. Согрешение. Что такое грех? Грех – это, грех – это когда ты идёшь, ну, таком уже, на таком уровне. Грех – это когда ты идёшь за плотью, за похотью своей, которая бывает очень тонкая грань, которую никто не видит. Это вообще не видно. А если ты это делаешь часто, то для тебя это тоже практически незаметно. Это уже опасное состояние. То это происходит, то это происходит не просто так. Это происходит, потому что человек, ты или я в совершенно конкретном духовном рабстве у этой похоти. Яков сказал в послании Якова в 4 главе, он говорит, он говорит же к верующим. Он говорит, почему, говорит, вы просите, не имеете, завидуете, воюете, я не помню. Ну, вы помните. 4 глава, в самом начале. Потому что вы просите и не получаете, просите не на добро, а для чего? А для того, чтобы употребить для ваших вожделений, которые воюют в членах ваших. Понимаете? Ну, и что это за состояние такое? А чего они в нем воюют? Потому что он в рабстве вот этих вещей. Апостол Павел говорит коринфянам, которые верующие люди. Я не мог с вами говорить, я говорю с вами как с верующими, но я не мог с вами говорить как с духовными, потому что у вас и зависть, и распри, и ссоры, и все эти вещи. Это что такое? Это дела плоти. А почему я ссорюсь, и почему у меня там в зависть? Потому что я потому что я в рабстве у этого. Об этой свободе речь идет. То есть человек не свободен от вожделений. И пока он не освободится, он будет постоянно завидовать, он будет постоянно ненавидеть, он будет постоянно что-то там, все эти вещи происходить в нем. и так он будет жить, и так он будет жить десятилетиями, и так он будет жить годами. А почему это так происходит? А он же сказал, что ты уверовал, но ты не освободился. Почему? Потому что тебя освободить может только истина. Да, но я знаю истину, ты знаешь о истине, ты знаешь о ней. Ты знаешь, ты знаешь, вот как покасательная, она только вот так вот поверхностная, как раз, покасательная, но она не проникла в тебя, и ты не проник в нее. И потому что у тебя такое, о ней такое, как бы шляпное, шляпное знакомство с истиной, поэтому ты пребываешь в рабстве, и она не может, ты не можешь освободиться, потому что истина will set you free and can set you free, а опознания истины нет. И в этом-то весь обман, понимаете? Там сказано в другом месте, что да, и свободы нет, а там сказано, что там, где Дух Господень, там свобода. Это 2 Коринфянам, по-моему, 3 глава. Там, где Дух Господень, там свобода. И вот мы рассуждаем, и поем, и говорим, и мы уверовавшие, уверовавшие. И в этом-то и весь обман, понимаете, что происходит? В этом-то и обман, потому что человек, что думает? Он, я уверовал, я пришел к цели, я уверовал, я все, я достиг, я, I'm fine. Но, но это вот тот обман, та сеть, в которую людей лукавые уловил, потому что он говорит, вот мне, я хочу, чтобы ты так думал. И человек думает, что он, вот как иудеи говорили, мы дети Авра, мы свободны. Так сегодня верующий говорит, я свободен. И обманывает сам себя. И обманывает сам себя, почему? Потому что он не понимает, ну, я согрешил, я покаюсь. Да, но почему ты согрешил? А ответ, что ты согрешил, потому что ты в рабстве. И вот я хочу, чтобы вы обратили внимание еще раз на этот стих, который я сказал, что он очень важный. 35-й. Еще раз, давайте на него посмотрим. Посмотрите внимательно. В чем принципиальная разница между рабом и сыном? И вообще, сын может быть рабом? Нет, не может. А раб может быть сыном? Нет, не может. А какая принципиальная разница? В том, что раб не пребывает в доме вечно. Да, но я же сейчас в доме, я в доме, я в церкви, я с Богом. Ну, правильно. Я не спорю, что это не так. Речь идет о вечности. Понимаете? Вечность – это не для раба. Вечность – это удел кого? А кто пребывает в доме? В доме пребывает сын. Поэтому, если вас сын освободит, то выяснил, ну, вот пусть меня сын и освободит, но... Сын дал учение. Сын дал слово. Сын дал свое учение, в котором ты, как раб, должен пребывать. Если ты будешь пребывать в этом учении, соблюдать это учение, соблюдать это слово, то ты уже не раб, потому что это слово сделает, а истина сделает тебя свободным. Ты раб, и потом раб делается свободным. Кто его делает свободным? Истина, которая пришла от сына, вот так он освобождает. А то, что мы хотим делать, мы хотим поступать так, как мы хотим, а потом мы говорим, Господь, потом мы молимся, Господь, ты меня освободи, и ты меня освободи. то есть мы опять как бы shifting responsibility на него. Нет, ты должен познать истину, и она сделает тебя свободным. И вот тогда можно говорить о вечности. Понимаете, в чем опасность? Что да, сейчас да, но речь идет о вечности, потому что то, что сейчас оно кончится, и поэтому надо, поэтому это очень серьезное местописание. И в этом-то и лукавство, в этом-то и обман. Лукавый он, он лукавый, недаром его зовут лукавый. Почему? Потому что он лукавство, коварное лукавство. Ну, веру хорошо, хорошо, веру. И слово знаешь, надо, знаю, наизусть. Хорошо. Поэтому надо вот на эту тему. Посмотрите, теперь в отношении уверования. Первое послание Петра в первой главе. Нет, первое послание Петра, вторая глава. я тоже много раз обращался к этому месту Писания. Оно, как никакое другое, объясняет мне, что такое уверовавшие люди. Кто такие уверовавшие люди? Ну, вот, скажем, шестого стиха. Шестого стиха. И подсказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Окей, значит, Господь говорит, я полагаю камень, и верующий в него, то есть речь идет о верующих, и верующий в него, он не постыдится. И вот дальше, седьмой и восьмой стих, они ключевые. Верующие. И вот он объясняет, что такое верующие, кто такие верующие. Седьмой стих. Итак, он для вас, верующих. Для верующих он драгоценность. А для неверующих есть камень, который отвергли строителей, но который сделался главой и угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, как они притыкаются, не покоряя слову, на что и они оставлены. Это суперсерьезное местописание. Ну, для меня, по крайней мере. То есть люди верят слову. И они знают его, и они верят в него. Но это он в начале сказал, в шестом стихе. Но потом он идет глубже. И он конкретно объясняет, кто такие верующие люди. Верующие люди – это те, для которых этот камень есть драгоценность, на котором они строят свою жизнь. Это люди, которые покоряются слову. Почему? Потому что в восьмом стихе он называет неверующих, которые отвергли. И как? Я его не отвергаю. Я же верю слову. Да, но если ты не… Ты притыкаешься об этот камень. Почему? Как? Каким образом? Не покоряя слову. То есть не пребывая в нем. Ну, я верю. Да, но если бы ты верил, ты бы покорялся слову. Понимаете, что он говорит? Другими словами. Если все это сказать ну, совсем просто уже. Ну, совсем просто. Если ты слову покоряешься, если ты его соблюдаешь, если ты пребываешь в нем, то ты можешь классифицировать сам себя как верующий человек. А то, что ты его знаешь, это хорошо, но это такое. Если ты слову не покоряешься, значит, на основании апостола Петра, то, что он здесь сказал, или я, или ты, неважно. Если человек слову не покоряется, значит, я могу совершенно авторитетно сказать, что он не должен думать о себе как верующий. Понимаете? Покоряться слову, пребывать в нем. А если он покоряется слову, он пребывает в нем, значит, он уже истинно, он может быть не какой-нибудь там суперпроповедник, или может что-то объяснить, или там что-то истолковать. Это неважно. Что такое истина? Он, может быть, не сможет, потому что не все, не все говорят, не все проповедуют, но просто он, он покоряется этому слову. Так вот этот человек, который не может объяснить, он есть верующий, и он познал истину, он ее познал, он ее знает вот так вот, как говорится, на «ты». И он свободен. И он сын. Потому что сын не может быть рабом, а раб не может быть сыном. Вечность – это не удел рабов. Ни один раб не войдет в вечность. Вечность – это удел сыновей и дочерей. Period. И поэтому Иаков, вот он говорит, у нас, по-моему, есть еще, я не помню, есть еще первая глава, Иаков, Миша, по-моему, 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Окей? То есть вот в этом коварство, вот в этом лукавство. Но он не говорит, что это лукавое обманывает. А это сами люди себя обманывают. Каким образом? Они себя просто обольщают. Они просто прекрасно знают слово. Они могут его истолковать, могут проповедовать, могут петь, я не знаю, все, что хочешь. Только не исполнять, только не пребывать. И что они делают? И это не есть сын. Он не свободен. Этот человек обольщает сам себя. Он сказал, они обманывают самих себя. То есть сам себя человек обманывает. Никто его не обманывает. Это серьезно. И почему серьезно опять? Пожалуй, самый серьезный стих – это 35-й, который я уже цитировал пару раз, что раб... Как там? Я уже закрыл. А, раб не пребудет в доме вечно. Это очень... А сын? Понятно, да? А кто такой раб? А раб – это если ты исполняешь, если ты вот так вот живешь. Или я живем годами, и постоянно похоть водит нас годами, вот так вот по кругу. Одно и то же мы. Каемся 20 лет, и вот одно и то же, одно и то же. Ну, это же рабство. Понимаете, там согрешил, покаялся, и что-то... Ну, когда одно и то же, так вот человек... Это не свобода. И это не безобидно. Это не безобидно. Вот что я хочу сказать. Это говорит о рабстве. А рабство – это серьезно. Вы уже, я надеюсь, поняли это. Ну, давайте немножечко еще посмотрим. Может быть, чуть-чуть, даже, может, поглубже туда пойдем. Евангелие от Иоанна, 14-я глава. На эту тему. Это 23-й стих, 14-й глава. У него до этого спросили, почему ты хочешь явить себя... Почему Бог явит тебя... Как явить себя нам, а не всему миру? Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое. Другим словом есть, кто любит меня, тот пребывает Слово Мое. Соблюдает Слово, пребывает Слово. Ну, я думаю, что это практически одно и то же. Итак, кто... Видите, как он говорит? Обратите внимание, это все у Иоанна. Иоанн вот на эту тему. Кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое. Вот, ну, я Слово не соблюдаю, но я его люблю. Значит, что? Значит, это я говорю неправду. Я его не люблю. Он говорит, кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Значит, если ты любишь Иисуса Христа, а Бог послал Своего Сына, потому что Он так возлюбил мир, что Бог послал Своего Сына, чтобы спасти тебя или меня, и ты тоже полюбил Сына, и это Сына же мы не видим, где Он, кто. Но это говорит, что если ты любишь, соблюдаешь Мое учение, Он говорит, если ты соблюдаешь, пребываешь в Мое учение, значит, таким образом ты показываешь, что ты Меня любишь. И если Отец любит видеть, что ты любишь Его Сына, то Он тоже тебя возлюбит, потому что Он для этого и послал Сына, потому что Он возлюбил весь мир, тебя в том числе. И тогда мы, то есть Он говорит, мол, я и Отец, мы придем к Нему, и обитель у Него, то есть мы будем пребывать в Нем. Значит, что я здесь вижу? Если ты соблюдаешь Его Слово, если ты пребываешь в Его Слове, то это гарантирует то, что Бог будет пребывать в тебе. Пребывание в Слове, соблюдение Слова гарантирует пребывание Бога в тебе. Бывает так, что человек не живет по Слову, но он претендует на то, что в Нем пребывает Бог. Почему? Потому что через Него проявляются какие-то проявления духовные. Может быть, он там какие-то дары, или я не знаю что. Может быть, он пророчествует. Вы это понимаете? То есть у нас какое? У нас такое представление, что если он пророчествует, например, то это значит, в Нем точно пребывает Бог. Помните, был такой пророк Валаа, который тоже пророчествовал? И Саул пророчествовал. То есть если там какие-то проявления, значит, в Нем точно пребывает Бог. Это очень опасная позиция. Смотрите, 1 Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава. 1 Иоанна говорит, «И чего вы не попросите, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодные пред Ним». Только этот стих, Миша? А, значит, мы, написано, что чего не попросим, получим от Него. Почему? Потому что соблюдаем заповеди Его. А заповедь Его… То есть речь не идет о легализме каком-то. А заповедь Его, вот Он говорит, какая? Чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа. Теперь вы понимаете, что такое веровать? Это значит пребывать в Его учении. Это пребывать в Его слове. Значит, заповедь, чтобы мы… Вот это веровать. А не просто «я верю» и «живи, как хочу». Нет, это не есть вера с библейской точки зрения. Чтобы мы веровали в Него и любили друг друга опять. Не так, как я думаю, я люблю или не люблю, а как Он заповедовал нам. И когда мы так себя ведем, то да, мы знаем, что в нас пребывает Бог. Нам нужно быть осторожным. Почему? Потому что дальше сказано, что в нас пребывает Бог, и об этом… А, и 24 стих у нас есть, да? Вот. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. Еще раз. Кто сохраняет заповеди Его, то есть пребывает в Его учении, а заповеди Его – то, что было до того в 23-м. То есть, если мы верим и любим, то тот человек пребывает в Нем. И что? И Он пребывает в этом человеке. То есть, какое-то взаимное пребывание. Понимаете? То, что вот Он сказал в 14-й главе. Это тот же Иоанн все. То есть, если я соблюдаю Его Слово, то Бог, если я пребываю в Слове, то Бог пребывает во мне. И вот Он говорит, если ты сохраняешь Его заповеди, то ты пребываешь в Нем, и Он в тебе. А теперь дальше. А вот следствие. А вот что? Он пребывает в нас. Узнаем по Духу, который Он дал нам. Ну, вот здесь по Духу хорошо бы с большой буквы написать. Потому что, какой Он нам дал Дух? Он же не нам не дал просто лишь бы какой Дух. Он же нам, который Он дал. Значит, и Дух, и который надо быть с большой буквы. Дух, Он же дал нам Дух Божий. Вот. Ну, ладно. Это описка такая. Понимаете? Значит, и дальше, в 4-й главе, ну, я своими словами, Он говорит, тут надо быть осторожным, потому что Он говорит, не всякому Духу верьте, видите? Не всякому Духу, вот здесь можно с маленькой. Но испытывайте Духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Как мы пребываем в Боге? Мы пребываем в Боге не потому, что Он нам Дух отдал Духа, а мы пребываем в Боге, потому что мы пребываем в Его Слове. А потому что мы пребываем в Его Слове, Он уже как свидетельство, Он как печать, потому что Дух написан, Он запечатлел нас как Духом Своим. То есть уже тому, кто пребывает в Боге, соблюдая слово, Бог посылает Дух, который становится печать, что это Твой, что это Дух, что это Сын. Понимаете? Вот Он Сын, Дух усыновления. Но это результат того, что Он пребывает. То есть мы стали Его, потому что приняли Слово и пребываем в Нем и сохраняем там. А как стали Сыны, написано, то Он нам дал Духа усыновления. Остаться верным, остаться верным Его учению в этом смысл. Смысл в том, чтобы дать Слову сформировать нашу жизнь. Ибо Слово Божие, которое нам Господь даровал, оно должно что? Оно должно формировать мою жизнь. Оно должно формировать мое мышление. Оно должно меня изменить. Оно должно меня формировать. Оно, как написано в другом месте, оно может возродить меня ко спасению. Мы от Него родились, теперь оно может меня возрасти, по-моему, там, ко спасению, я не помню. То есть оно формирует меня. Оно shaping me. Поэтому Господь сказал смотреть на плоды и судить по плодам. Если человек не пребывает в Слове, а он нарушает Слове, потому что он поступает по своим похотям, исполняя свои похоти, то он находится под искушением. Еще раз. Если человек не исполняет Слово, а почему он не исполняет? Потому что он Вадим какими-то своими хотениями, вожделениями. Он, значит, находится под искушением. Почему? Потому что мы искушаемся своей похотью, помните, увлекаясь и обольщаясь похотью этого Якова. Как, например, Валаам. Он любил деньги. К нему сказали, приди и там скажи то и то. Бог говорит, не ходи. Но они пришли, он говорит, я не пойду. Тогда пришли другие люди и дали больше денег, больше подарков, и он пошел. И он захотел пойти. Ну, конечно, Господь все это переделал, но он пошел, понимаете? И теперь он будет пророчествовать. Ну и что он там будет пророчествовать? Конечно, Бог все сделал, так как он уже сам включился в это дело. То есть, слушайте внимательно, то есть не по пророчествам нужно судить о жизни человека, а по его жизни нужно судить по его пророчествам. Вы понимаете, что я говорю? Я еще раз повторю. Потому что мы видим, например, пророчество, человек пророчествует и все, значит, он святой. Но мы судим, глядя на дары, мы судим о его жизни. Но надо смотреть на жизнь, и если жизнь по слову, вот тогда уже слушай это пророчество. Потому что он напророчествует тебе и наговорит. Вы понимаете, что я говорю? Поэтому он сказал, судить по плодам. А пророчество, это я для примера пророчества говорю, это не есть плод, это дар. Языки это дар. Если он говорит, или там еще что-то делает, или исцеляет, значит, он, стало быть, но это ни о чем не говорит. Слово должно формировать, слово должно формировать мою жизнь. Окей? Оно до этого и дано. Оно должно формировать мою жизнь. Если я это не даю, если я не покоряюсь, именно я должен покоряться. Оно не будет делать это автоматически. Оно не будет делать какой-то силой тебе это. Но это ты должен, как написано, мы только что прочли, ты и Илья должны покориться этому слову. Если нет, то мы притыкаемся об этом, на что мы и оставлены. Сейчас пока да, мы сейчас в доме, но это не будет вечно. Раб никогда не унаследует вечность. Сын и дочь. А чтобы стать сыном, нужно перестать быть рабом. А чтобы перестать быть рабом, нужно познать истину. А чтобы познать истину, нужно прибыть в слове. Ничего тут сложного нет. Просто так нужно жить. Понять это не сложно. А вот жить так, это другой вопрос. Окей? Тит, послание Титу, первая глава, самое начало. Я хочу, чтобы вы его запомнили и размышляли. Павел, раб Божий, это самое начало. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию. Вот это самое главное. Значит, еще раз. Тут несколько вот таких ступенек. Первое. Он говорит, я, во-первых, раб Божий, потом апостол. Ну, хорошо. Для чего? Для того, чтобы приводить людей к вере. То есть, вера, видите, вера на первом месте. Все начинается с веры. В вере покажите добродетель и так далее. Вера – это первое дело. Значит, окей. Ну, а для чего ты веришь? Я верю для того, чтобы я привожу к тебе вере, чтобы ты потом что? Познал истину. Теперь вы понимаете, как это происходит. Это то, о чем мы говорили вот уже 40 минут. Вера в слово, вера в учение, вера в Сына Божьего. Что значит вера в Него? Вера – это то, что ты принимаешь Его учение. и ты должен в Нем пребывать, тогда происходит познание. Тогда происходит relationship, тогда происходит какой-то контакт, познание истины. Когда ты знаешь истину, только тогда ты в состоянии жить благочестиво. Благочестиво – это жизнь, угодная Богу. Другими словами, в расцвете нашей сегодняшней темы верующий человек может жить благочестиво, просто уверовавши. Но благочестиво живут кто? Ученики. Потому что просто уверовавши он жить благочестиво не в состоянии. Потому что на сегодняшний день он хоть и уверовал, но он еще раб. Раб чего? Раб своих страстей, раб своих вожделений. О каком благочестии тут еще речи быть не может. Благочестие – это удел кого? Познавших истину. Поэтому от веры благочестия – вот истина, надо познать истину. А это есть пребывание в слове соблюдения, соблюдение пребывания в учении. «И когда твоя жизнь благочестивая…» И следующий стих, пожалуйста. «О! И когда твоя жизнь благочестивая, тогда ты в полном праве иметь надежду на что? На вечную жизнь, которую обещал неизменно в слове Бога. Истинный стих». раб или просто там уверовавший как-то, он не пребывает в жизни вечную, а сын. А сын – это уже тот, который освободился. Итак, вера, относящаяся к познанию истины, она, в свою очередь, приводит тебя к благочестию, и потому что ты живёшь «гадли», благочестиво, у тебя есть надежда, у тебя есть уверенность, у тебя есть «конфиденс», у тебя есть дерзновение к жизни вечной. Ты её ожидаешь. Ты её ожидаешь, которую обещал неизменный слой Бог. В таком плане. Поэтому подумайте хорошенько, размышляйте, исследуйте, смотрите, когда вы читаете Писание, когда вы слушаете, надо всё это, чтобы это было всё на личном уровне, надо было, чтобы это было всё на уровне experience, чтобы это было не просто «а, я это уже знаю», или «я Библию читаю», «а, я это место наизусть знаю». Ну и что? Да, но ты пребываешь в этом? Ты не смотри, что ты это знаешь. Конечно, ты читаешь эту книгу уже 30 лет, но, конечно, ты это знаешь. Ну и что? Ты смотри, ты в этом пребываешь, ты это соблюдаешь, тебя ничего не осуждает, когда ты читаешь, тебе Бог ничего не говорит, что здесь у тебя проблема. Вот на это надо смотреть, а не на то, что я это знаю. Конечно, знаешь. Ну и что? В этом-то и есть обман и лукавство. Окей? Так что размышляйте. Спасибо.